Производительность проекта в основном зависит от двух составляющих – программной и серверной. Первая – это те компоненты, которые используются в проекте, настроены ли кэширование. Вторая – это настройки сервера, достаточно ли выделено ресурсов, нет ли мешающих в корректной работе сайта настроек. Прежде чем давать рекламу, которая пройдет на сайт пользователей и даст нагрузку на сервер, нужно быть уверен в запасе прочности проекта, то есть в том, какую посещаемость сможет выдержать проект. PHP сконфигурирован оптимально. Идем в панель производительности. Нажимаем «Тестировать конфигурацию». Получаем неплохую оценку производительности, выше эталона. Идем в настройки PHP. Прекомпилятор используется, памяти выделена достаточно. У нас специализированный тариф под Bittrex, и с этим проблем нет. Если тариф не специализированный, то часто бывают проблемы с отсутствием прекопилятора или малым выделенным объемом памяти под него. Идем на вкладку Bittrex. Проверяем, включено ли автокэширование. Иногда программисты при разработке могут отключать это и забывают включить. У нас включено. Отмечаем, что тест пройден. Производительность конфигурации адекватно проекту. В панели производительности во вкладке Bittrex видно, что в модуле «Статистики» включен сбор путей по сайту. Решаем, что это нам не нужно. Идем и отключаем. Видим, что хранение кэша у нас в файлах. Текущий хостер и тариф позволяют подключать Memcache для хранения кэша. Давайте его и подключим. Это даст дополнительное увеличение производительности. Нам нужно отредактировать файл dbcon.php в папке Bittrex.hp-interface. Добавляем туда строчки. Я их возьму с другого проекта на данном хостинге. Обновляем страницу монитора производительности и убеждаемся, что теперь кэш хранится в памяти. Запускаем автотест. Пройдено. Мы бы и так его прошли, но то, что мы сделали, явно повысило производительность. Выполнен аудит производительности страниц. Этот тест мы прошли одновременно с другим, когда проверяли, что нагрузка на базу данных минимизирована. Отмечаем, что пройдено.